Плакали. Через какое-то время родители начали собирать симу к Богу. Мы вышли на улицу, созвучал оркестр. Мама дала мне цветы. И процессия двинулась. Я шел в изголовье гроба, неся цветы. Слезы замерзали, потому что было очень холодно. Видимо, так Бог охлаждал происходящее событие. Мне было разрешено дойти только до угла дома. Потому что в то время гроб несли до угла дома, затем ставили на машину. И у меня в школе в тот день был зачет. И вот угол дома, симу поставили на автомобиль, закрыли гроб. И я больше никогда ее не видел. В следующем состоянии. После дома моей двоюродной сестры был дом старика Шейхада. Это те, кому Бог доверяет резать куря и в переводе сидишь. Есть здоровую пищу, это очень важно. Я был слишком маленький, я тогда этого не знал. Мы жили в маленьком городе Клинце, в котором во всем говорит тихо и мало. Кстати, этот город строили когда-то итальянцы. И вот именно там был оперный театр, в котором ставили шедевр этого времени в царские времена. Летом Шейхад всегда сидел на лавочке и ждал меня. С тех пор, как мы с ним познакомились, я не упускал ни одной минуты. Потому что настроение после их общения, после этого кодирования, этого милого посланника Бога, было просто необыкновенное. Я летал, как бабочка, над нашей улицей Дзержинского, внимая и сублимируя, сублимируя все услышанное. Услышанное, потому что волнение. И сейчас оно такое же. В те моменты я просто очень волновался. У меня не было ни одного дедушки, он заменял мне их. Он мне рассказал такие истины. Потом он все вычитывал из книжечек, маленьких. Которые были расписаны неизвестным мне шрифтом и алфавитом, доставая их из внутреннего кармана черного сюртука. Вот воистину счастье для него. Это я сейчас понял. Рассказывать Тору, читать Тору для мальчика с божественной фамилией. Это теперь я понял, что, разговаривая со мной, он молился. А я был проверяющим. Потому что, как вы знаете, в синагоге читающий молитву проверяет рядом стоящий. Это было действие, которое не принадлежало мне. Его музыкальным контрастом были два его внука, которые прекрасно играли на аккордеоне. Я слышал звук этого инструмента, разговаривая с ним или просто проходя мимо окон этого дома. И я пошел по этому музыкальному контрасту, музыкальную школу, по классу аккордеона. Хотя я уже тогда искал ключ к барабану, к звуку, который я услышал. Но аккордеон оказался единственным музыкальным инструментом, посредством которого я мог познавать музыку. Я возвращался зимними вечерами из музыкальной школы домой. Все мои персонажи, Маца, Хеся, Дом моей двородной сестры. Шейхот Уже спали. В те моменты в моей голове зарождалась музыка. Актерами были они. Эти мои волшебные герои Маски. Уже спали. Эти мои волшебные герои Маски. Уже спали. .' Готовый вход. Уже спали. Уже спала. Уже спали. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...